Жителей Алматинской области обманули на 120 миллионов тенге. Такие немалые средства, говорят люди, заплатили за участки в Талгарском районе, которые в итоге так и не получили. По факту заявления 8 человек в региональном департаменте полиции уже завели уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить, сколько всего людей могли стать жертвами обстоятельств. О земельном скандале репортаж Дамира Анитова. Эти обманутые люди оказались в безвыходной ситуации. Многие месяцы они вынуждены оплачивать кредиты, которые взяли, чтобы приобрести земельные участки. Их по выгодной стоимости людям якобы обещала предоставить некая предпринимательница. Мы с ней начали торговаться, и вот она нам его в итоге уступила за 23 миллиона. Но вся проблема в том, что она нам фактически показала один участок, а продала другой. То есть тот участок, который она продавала, он вообще находится среди гор. То есть туда ни доступа нет, ни транспорт туда не доберется. Мы ее за 10 уговорили. 5 сказали, аванс дадим, а 5 в рассрочку до апреля месяца. Она согласилась через два дня. Предложила нам своего геодезиста и своего нотариуса. В тот момент мы обрадовались, думали, нам дешевле будет. Как выяснилось, покупатели и сами допустили роковую ошибку. На разостях от заключенной сделки не подумали перепроверить документы. По словам независимого юриста, такие случаи не редкость. Если вы планируете приобрести земельный участок, нужно обратиться к геодезисту. Он произведет замер. После этого нотариус сможет проверить наличие кадастрового номера и ареста. А что касается этого дела, то продавец может отделаться лишь административным штрафом, так как все подтверждающие документы у него есть. Уголовное дело будет рассматриваться лишь в том случае, если он продал один и тот же участок нескольким людям. Тем временем в региональном департаменте полиции заявили о заведении уголовного дела. Сейчас ведутся следственные мероприятия. По данному факту, в отношении 54-летней женщины управления полиции Талгарского района зарегистрировано уголовное дело по статье 190.6.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время досудебное расследование продолжается, где будут проведены все необходимые следственные действия. Вязаться с самой фигуранткой уголовного дела нам не удалось. Женщина, ссылаясь на состояние здоровья, отказалась от комментария. Похоже, окончательную точку в этом скандальном деле поставит в суд.